И здравствуйте, дорогие друзья, добро пожаловать на 20-й этап нашего челленджа из грязи в Князь Динасейрос, это Сан-Паулу, Бразилия, 20-й заезд, ну и трасса очень короткая, очень интересная, очень обгонная, ну и гонка, надеюсь, будет интересная, трасса длиной 4309 километров, конечно же, имеет 15 поворотов, 2 зоны ДРС, 2 зоны детекции, 2 зоны ДРС идут, можно сказать, подряд, между ними есть на С, очень интересная связка, но в то же время очень сложно. То, что графика сейчас стоит очень низко, это потому что я когда-то раньше забыл ее обратно прикрутить, так что во время заезда все будет нормально, просто сейчас надо немного поберечь свои глазки. Я уже давно стал чемпионом, это всем давно известно, ну и, в принципе, последние две гонки я точно еду уже на расслабоне, особенно Абудаби. Но в Бразилии я попытаюсь выиграть, потому что тут должна сработать моя тактика Medium Soft, но на первом ряду у нас стартуют Вальтер Боуз и Себастьян Феттель. Дальше у нас идет Шарлик Перм, Макс Ферстаппен, Алекс Албан, Ландо Норрис, Карл Сайнс, Серхио Перес и Кевин Магнусен с Ника Хюлькенбергом замыкают топ-десятку. В принципе, ничего такого удивительного нету, Ботас на поуле, а значит, темп у Мерседеса тут есть. Кубица снова предпоследний, позади своего напарника, ну и я с 20 позиции начну свою гонку. Сейчас быстренько произойдет по щелчку пальца, уже произошла смена графики, тактика Medium, по идее, должна была быть Medium Soft, но я решил, что почему бы не проехать Soft Medium, поэтому тут я как бы поставил Soft Medium, но игра мне не давала это сделать, остался там Soft 1. Ну и, в принципе, слил топливо и отправился стартовать, посмотрим, как я смогу прорваться, используя тактику мягкий средний комплект, да, вот так вот. Ну, короче, ладно, у нас играются все пять огней и гаст огни в эту секунду стартуют, игра вам превразили, старт у меня не очень-то и хороший. Я решил куда-то там не лезть поначалу, просто поранялся с Кубицей, ну и сразу же у нас появляется Эфи Тикар, и да, вот такой вот хаос происходит. Я объезжаю полплатона, мне дают пять секунд за то, что я врезался в Строла, и я себе полностью сломал крыло. У нас сошел Кими Райкнин, у нас сошел еще кто-то, короче, был полный хаос в первом повороте, и это было прям очень и очень интересно, потому что отлетело миля от крыльев, реалистичные повреждения работают. Ну, в принципе, это было достаточно прикольно. Кими просто убили, и потом начался хаос, Кими поехал прямо, ну и, в принципе, ничего такого не произошло. У нас выехал Сефти Кар, ну а я поехал на свой бестоп. Также еще под самим Сефти Каром у нас сошел Карл Сайенс, который просто ехал, ну и у него загорелся движок. И он спокойно себе припарковался, и Сефти Кар поехал себе дальше. Я еще к этому моменту хвост пилотона не догнал, потому что я еду как бы немного после пидстопа. И вот мы переломимся как раз-таки по хронологии событий немного-немного назад. Вот он, я, кстати, проезжаю. Вот у нас как раз-таки мой пидстоп серого круга. Еле я доехал с поломным крылом до боксов. 11-й боится у меня пока что, но у меня мало того, что замена крыла, у меня еще и 5 секунд дебильные застрелы, которые мне надо стоять. Я тут, значит, стою 5 секунд поначалу. Потом мне меняют крыло. Это еще секунд 11. И в итоге получается так, что у меня получился пидстоп по 13.5. Как бы, ну ладно. И я даже оказался позади Рассела. Нет, впереди Рассела, он только доехал до боксов. Ладно. 16-я позиция из 17. Прям достижение. Короче, ладно. У нас рестарт будет на третьем круге в начале 4-го. Отдел я тебе медиум, я не поеду до конца, я под конец заеду за софтом и буду как-то пытаться снова прорываться. Так что считаем, что просто я со старта прорывался на 15-ю позицию и стартовал я с медиума. Да, вот так вот. Ладно. Короче, дают нам рестарт. Он получился, кстати, достаточно хороший. Начал разгоняться вовремя, поравняться с кубицей. Жаль, не смог его пройти. Ехали мы с ним в бок о бок. Нико Хюльгамер, к сожалению, мне пока что на слепстрим мало давал, но оттормозившись, я под низ траектории Роберта смог пройти, кстати, у которого лучший круг, потому что он догонял хвост Платона. Ну и на четвертом круге я пытаюсь атаковать Нико Хюльгамер, но он почему-то так дергается со стороны в сторону. Я лечу его атаковать, но Строл как-то непонятно проходит поворот, из-за этого я зацепаю траву и приходится мне резать поворот. Я сразу же отстал от Строла и Халка и уже поравнялся снова с кубицей. Но я это так просто не оставлю, подрубил все, что можно и начал обгонять снова кубицу. Все-таки его прошел под ним торможением, но времени было потеряно достаточно много. Но все-таки 14 боится, прям прогресс у меня уже есть. Вот как это все выглядело с камеры повтора. Достаточно прикольно, кстати. Такой Мерседес, который едет просто по траве за пределами трассы. Задачно красиво выглядят. Очень красивые кадры, как трава из-под колес летит. Это прям очень классно. Ладно, реаллическое отступление. Кстати, очень классная камера сзади. Ну, как бы, ну ладно, задний план, который я снимаю. Дальше я все-таки на шестом круге смог пройти. И Лэнс Астрола у нас разрешают ДРС. Этим я не мог не воспользоваться. Передо мной Халк и Гасли ведут борьбу бок о бок. Я к ним сразу же уже в СНС подъехал. Взял ДРС, подрубил все, что можно. У них плохой выход напрямую. Ну и я начал их обгонять. Гасли мне пытался прижать к просто внутренней траектории трассы. Но я все-таки смог протиснуться и пройти его, выйти на 11-ю позицию. Но на седьмом круге я уже догнал Переса, который преследует Квиата. Квиат, так же как Гасли, меня оттесняет. Но все-таки я и Переса, и Квиата прохожу на одну и той же прямой, выхожу уже на 9-ю позицию. Передо мной остался только Рикьярдо и Магнусен. А Ландо Норрис, первый из тех, кто едет в группе Б, лидер группы Б, он держится так себе спокойно за Алексом Албоном. Или это вроде Макс. Короче, он держится за двумя Редблуми, которые держатся за двумя Феррари. Вот так вот будет проще. Прошел я Дэна, вышел на 8-ю позицию. Ну и на 8-м круге уже теряю позицию Кевин Магнусен. Начинаем мы 9-й. И по внешней траектории я его обгоняю. Но, к сожалению, я не смог взять ДРС. И поэтому оно есть у Кевина. А он этим не может не воспользоваться. Подробил все, что можно, чтобы защититься. Не давал ему Слипстрим. Пытался, по крайней мере. Но все-таки он как бы решил со мной поравняться. Я ему оставил очень мало места. Ну и у меня выход из поворота был получше. Потому что на траектории я сохранил свою седьмую позицию. И уже Кевин Магнусен начинает воевать с Дэном Риккярда в поворотах. Это мне дает огромное преимущество над ними. Потому что они очень сильно замедляются тем самым. Ну и, в принципе, Магнусен пока что сохраняет свою позицию. Но потом у нас возникает борьба между Дэном и Пересом. Потому что Магнусен уже далеко провалился от них. Он уже начинает от них отставать. Потому что, ну, как бы хас. Но Дэн все-таки пропускает сначала Переса. Но так просто не сдается. И по внешней траектории как-то смог объехать он Переса. Прямо у меня это очень удивило. И сохранил свою позицию. Вот это прям очень для Дэна, наверное, хорошо. Дальше на тринадцатом круге начинается волна пидстопов. И почти все переходят на Харт. Это просто для них провал. Потому что они заезжают, берут Харт и едут до конца. Но, да, Харт их, конечно же, довезет до конца. Но темп будет у них прям очень низкий. Но Макс Верстаппен и Феттель пока что идут дальше. Феттель сворачивает на четырнадцатом круге на пид и снова берет Харт. А Макс Верстаппен едет дальше, до шестнадцатого круга. Потому что на шестнадцатом круге по стратегии надо переобуваться с софта на медиум. Именно такая стратегия работает тут лучше всего. Что он и делает. На шестнадцатом круге сворачивает на пид и берет себе медиум. Вот у Макса прям очень хорошая стратегия. Еще бы ему болит бы побыстрее. И он бы с этой стратегией точно выиграл бы. Ну а Феттель у нас догнал Ботаса и начинает его атаковать. Это начинаются первые атаки. Но Феттель тем самым уже прошел Ботаса и вышел на вторую позицию. Пока что он едет за мной. Но Ботас его потом прошел снова. Таким же образом не вижу смысла этого показывать. Ну а на двадцатом круге я заезжаю на пид и переобуваюсь на комплект софта. Еду уже до конца, можно сказать, в квалификационном темпе. Потому что четырнадцать кругов софт вполне легко проезжает. Тем более на полных баках. Вообще софт тут может ехать хоть двадцать кругов. На полных баках. Это прям очень классно. Так что тут за софт я вообще не переживаю. Он легко меня довезет до конца. Выехали на позицию по номерам три. Прям перед носом у Макса Ферстаппина. Это прям очень хорошо. Потому что мне не нужна сейчас лишняя борьба. Мне надо догонять эту лидирующую группу из двух пилотов. Феттеля и Ботаса. И на двадцатом круге я смог это сделать. Я догнал Феттеля. И сразу же начинаю его как-то проходить. Из-за более низкой прижимной силы я поначалу даже прошел сразу двоих. Но пролетел, к сожалению, поворот. И пропустил и Ботаса, и Феттеля вперед. Но Феттеля я пытаюсь пройти по внешней траектории. В повороте оранжури вроде он называется. И я это себе могу позволить, потому что у меня свежий софт, который мне дает много держака. А у них хард уже немного подизношенный. Хотя хард износится, камон, такого не существует. Но все-таки я прошел. Феттеля уже отправился за Вальтери, Ботасом, которого надо проходить прямо вот сейчас, чтобы было время от него отъехать, пока у меня работает софт. Потому что если я сейчас с ними заборюсь, то могу легко убить свой софт, он уже не будет мне давать такого большого преимущества. Так что надо проходить прямо с минуты на минуту, с секунды на секунду. И подрубив все, что можно, открыв ДРС, используя его в слепстрим, я к нему подлетел как ракета. И проходим мы по вороту уже бок о бок. Решил я его пропустить на зонные детекции, чтобы взять себе ДРС. Это сработало прекрасно. Я взял ДРС, да, он пока что впереди. Но за счет ДРС я отъезжаю от него и поздним торможением завершаю обгон и выхожу на первую позицию. Ну а дальше позади начинается мясо, потому что там у Феттеля у нас возникают проблемы с машиной. Видимо в поворотах, но напрямую он все еще валит достаточно быстро. Поэтому он как бы проходит обратно Максу Ферстаппену, который его до этого прошел. И в принципе я не смог найти момент, где Макс проходит Феттеля. Но у нас борьба все еще продолжается, правильно? Правильно. Так что Макс имеет снова крыло ДРС. И он обратно проходит Феттеля, ну а на хвосте уже висит Шарли Клер и Алекс Албан. Макс уже отъехал очень-очень далеко. Али Клер с Албаном сразу же подъехали у Джесс к Сэбу. И еще до зоны ДРС они его оба прошли. И для Сэба это прям очень большой провал. Но Албан на этом не останавливается. Он пытается пройти уже из Шарля и Леклера. Феттель за этим всем следит. И смотрит где бы тоже кого-нибудь пройти обратно. И может быть удержать позади. Но Леклер с этим не хочет мириться. Проходит Албана. Феттель остается позади. И так собственно говоря гонка и завершается. Феттель у нас доезжает на шестое в итоге позиции пока что. И по результатам мы сейчас все это посмотрим. Я выигрываю данный гран-при с огромнейшим преимуществом над Вальтри Ботасом. Который только выходит из последнего поворота. Ну а я уже перескалю плечный флаг. Третьим у нас доезжает Макс Верстаппин. Который догонял кстати Ботаса. Прям очень бодренько. Но опять таки была бы у него машина побыстрее. Он бы возможно... Ну может не выиграл бы гран-при. Но возможно был бы вторым. Но у нас с дублью Мерседеса. Четвертый у нас доезжает вроде Алекс Албан. Или Шарль Леклер. Вроде. Сейчас мы это все посмотрим. И шестой у нас только доезжает Тебас Сиан Феттель. Там вроде на четвертой позиции у нас стояла Феррари. Так что у нас получается Леклер четвертый. Ладно не будем гадать. Мы сейчас все это посмотрим по результатам. У нас показывают строла. Который доехал на позицию под номером 12. На своем рейсинг-пойнте. Кстати. Да. Из Грязи в Князи никто не смотрит. У нас осталось вот кроме этого ролика еще один ролик по Абудаби. И все. Больше из Грязи в Князи не будет. Скорее всего роликов за Хэмильдона вообще больше не будет. Даже в 20 формуле. Если она будет. Ну в 20 формуле может придумаем что-нибудь поинтереснее. Возможно какого-нибудь. Абудабина или Ферстаппина. Или там допустим. Фетля сделать чемпионом. Допустим. А может быть и не будет такого. Это мы будем уже смотреть по 20 формуле. Если я все еще буду на ютубе конечно. Если я это все не заброшу. Но надеюсь такого не произойдет. И я буду делать ролики. Но для этого надо чтобы их смотрели. Чтобы у меня не пропадала мотивация. По результатам у нас я еще и забрал лучший круг. У меня 2 пидстопа. Я выиграл гонку с 20 позиции. Дальше у нас Ботас. Ферстаппин, Леклер, Албан, Феттель 6. Дальше у нас Норрис. Которому совсем немного можно сказать не хватило. Несколько кругов чтобы пройти Феттеля. Перес, Магнусен и Денри Керрин. Замыкают топ 10. У нас Квят в круге. У нас доехало. Сколько у нас пилотов доехало. Это я не успел посмотреть. Сейчас посмотрим. В директоре гонки. У нас вот такие были тактики. У нас еще у Гасли была тактика soft, soft, medium. Ну и доехало у нас всего лишь 15 человек. Это достаточно мало. У нас сошло целых 4 пилота. Кстати, ничего не перепутала. Если бы я все прекрасно увидел. У нас очень много штрафов по 5 секунд на первом круге. Все их получили. И все их отстаивали на пидстопе. Потому что это было собственно говоря на первом круге. И многие, кстати, сломали крылья. В личном зачете у нас Ланда Норрис проходит своего напарника Карлоса Сайенса. И выходит на 9 позицию в личном зачете. Роберт Кубица у нас все еще без очков. И последний. Может, кстати, за Кубицу проехать. Ах, его ж не будет в 20-й формуле. Прям очень жаль. Ну и в купе конструкторов Мерседес давно стал чемпионом, наверное. Ну и в принципе Мерседес ходит с двумя титулами. Ну а на этом у меня все. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Андрюха Рейс. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok